Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. В сегодняшнем видео я продолжу серию видео о фотозащите и поговорим мы о наиболее известных фотодерматозах, трех фотодерматозах, то есть патологиях кожи, которые индуцируются именно солнечным излучением. Первое заболевание это полиморфный фотодерматоз. Это состояние кожи, как видно из названия, проявляется полиморфными высыпаниями, то есть разнообразными, которые только можно себе представить. Папулы, пятна, визикулы, то есть пузыречки, бляшки. И возникает это все после пребывания на солнце. Соответственно, на открытых участках тела или полуоткрытых возникают вот эти высыпания. И дифференцируют их, как правило, с какими-то более серьезными патологиями, такими как системная или дискоидная красная волчанка, с порфирией и так далее. Фотоаллергические какие-то процессы тоже могут также проявляться. Спустя некоторое время после инсоляции возникают вот эти вот многообразия всяких высыпаний. Что, собственно, мы можем сделать? Мы можем защититься предварительно от солнца при этой патологии. Мы должны защищать максимально кожу механическим путем, потому что, как правило, кожа склонна к воспалениям и каким-то проявлениям в виде высыпаний. Когда идет перманентно какой-то воспалительный процесс, она не всегда хорошо реагирует на косметические средства. Неважно, содержат они ультрафиолетовый фильтр или нет. Чем меньше на кожу мы наносим, тем спокойнее она. Таким образом, здесь механическая защита на первый план выступает. То есть какие-то широкополые шляпы, одежда, защищающая от солнца, солнцезащитные очки. То, как раз о чем мы говорили в предыдущем видео. И избегать нахождения на открытом солнце, особенно в те часы, когда оно наиболее активно. Проходит оно, в принципе, благоприятное течение имеет. Проходит или самостоятельно, или при, возможно, каком-то тяжелом течении можно помочь себе определенными препаратами, например, тегистаминными. Но это уже обсуждается с терматологом. Следующую патологию, которая тоже провоцируется солнечным светом, я бы отметила солнечную крапивницу. Она, кстати, довольно редкая по сравнению с предыдущим. Именно классическая крапивница. Она развивается моментально, практически по типу немедленной гиперчувствительности. То есть, ответ кожи развивается уже через 5-10 минут после инсоляции. Провоцируется, как правило, и ультрафиолетовым облучением, то есть излучением типа А, и даже видимым светом. То есть, в сочетании UVA с видимым светом, особенно синий-фиолетовый спектр, 400-500 нанометров длина волны. И вот эти факторы, они как раз провоцируют установление вот этой солнечной крапивницы у тех людей, которые к этому склонны. Естественно, так как это, в общем-то, аллергодерматоз, то на первый план выходят антигистаминные препараты. Если какое-то течение более тяжелое, затяжное, там уже используются какие-то способы лечения, такие как полутерапия, например, да, то есть фотодинамическая терапия. И таким образом, если, например, человек при солнечной крапивнице принимает вовремя антигистаминные препараты, то у него эритема возникнет, то уже не будет волдырей. И это уже, как говорится, полбеды. А, соответственно, опять-таки, защита от солнца, как и в первом случае. И, конечно, самая первая защита – это избегать инсоляции. И третий фотодерматоз, который бы я хотела отметить, это как раз лекарственно индуцированная фототоксичность, так называемая, когда мы либо мажем на кожу какие-то косметические лекарственные средства, которые повышают сенсибилизацию кожи к ультрафиолету, либо мы принимаем внутрь какие-то препараты. Зачастую человек не знает даже, что этот препарат, которым назначили, фототоксичен. Он может принимать антибиотики, например, от рециклинового ряда, или сульфаниламиды, или какие-то контрацептивы оральные, например. Или, например, использовать косметику с ретинолом, с кислотами, с отбеливающими компонентами и не думать о том, что нужно защищать кожу от солнца. Очень частая ошибка, когда люди думают, что если они применяют средства вечером, то утром уже защита от солнца не нужна. На самом деле все эти компоненты, которые я перечислила, они накапливаются в коже и, собственно, могут вызывать сенсибилизацию, вне зависимости от того, нанесли вы вечером или нанесли вы непосредственно утром. Поэтому обязательно на фоне курса применения, например, того же ретинола или каких-то кислотных препаратов нужно днём обязательно защищать кожу от солнца. Вот на этом я, наверное, разбор фотодерматозов хотела бы закончить. Если у вас будут ещё какие-то вопросы, предложения, какие можно рассмотреть интересные случаи, связанные с сенсоляцией, жду ваших комментариев. Тем более, что комментарии помогают продвижению канала. До встречи в следующих видео. Ставьте лайки, дизлайки, что вам угодно. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!